Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Его 21 дот, рост 179 см, вес 66,3 кг. Его профессиональный рекорд, одна победа, ни одного поражения. Его стиль Ушусенда из города Хасадюр, Дагестан. Рамазан Кэриман! А вот и его супердик в красном углу клетки. Ему 25 лет, рост 174 см, вес 66,3 кг. Его профессиональный рекорд, одна победа, ни одного поражения. Его стиль Эрмей из города Красной, Чеченской Республики. Умар! Я позволю себе, дорогие друзья, уделить буквально немного времени на комментарий более-менее развернутый предыдущего поединка, который таким спорным показался для всех, безусловно. Надо понимать следующие вещи, то, что рефери обязан следовать некому алгоритму. Он обязан при наличии удушающего приема проверить руку бойца. И если, соответственно, боец не реагирует, то есть рука падает, то, соответственно, остановить поединок. Рефери тут обязаны это сделать, вне зависимости от своих желаний и от своего мнения. Именно так это и произошло. То, что не было удушающего приема в том плане, что не задыхался спортсмен из Дагестана, Мурат Гамзатов, в этом я лично уверен, я находился здесь рядом. Но это именно то, что называется стечением обстоятельств. Рефери в данном случае просто является заложником ситуации. Никакой вины здесь его стороны не было. Он обязан был поступить так, как получилось. Чуть-чуть не разобрался Мурат Гамзатов с тем, что это именно рефери. Сейчас что-то делал с его рукой, неправильно отреагировал. И поэтому вот этот механизм сработал так, как, соответственно, получилось. Я думаю, что Лига со своей стороны какой-то комментарий внесет. Возможно, будет изменение решения, возможно, будет матч-реванш. Юридически, юридически, в судейской точке зрения, как бы это не было, может быть, по мнению многих, неправильно, но это те действия, которые рефери должен был сделать. Ну и сейчас давайте тогда уже непосредственно к этому поединку. Ну и в любом случае, в такой ситуации должен сам на себя сетовать, конечно, за Мурат Гамзатов. Потому что, если ты не разобрался, что рефери тебя за руку тянет, то это твои проблемы, как говорится. Конечно, в любом случае мы, конечно, сочувствуем. Мне хотелось бы, чтобы такой поединок так заканчивался. Тем более, я понимаю Мурата Гамзатова. Он деминировал, потому что он ввел этот бой. И, естественно, досада его вполне... Нет, красавец, я абсолютно уважение ему, его команде. То есть они отличную работу проделали. Ну, вот такое стечение обстоятельств. Я не знаю, как это еще назвать. Ну, здесь виновных, наверное, трудно найти. Виновных нет. Я думаю, что будет некий... Ну, некий следующий ход от организации. Может быть, матч-реванш, может быть, еще что-то. Посмотрим, посмотрим. Пока подвесим этот вопрос в воздухе. Он требует дополнительного разбора. С спокойной, остывшей головой. Ну, и вот непосредственно к этому поединку. Это второй из, если я не ошибаюсь, восьми чечено-дагестанских противостояний. Многие сетуют, что мало дагестанских спортсменов здесь представлено. Дорогие друзья, восемь боев. Это практически целая карта иных турниров. Ну, наверное, только в Игорь Сексис только-то дистанция за раз выступает. Да, так. И очень, честно говоря, признают меня, наверное, спортсменам. Спортсменам, которые дали нам время чуть-чуть на эту тему порассуждать. Так неторопливо с разведки начали этот бой Рамазан Харимов и Умар Бакаев. Продолжение следует... Так, ну посмотрим, будет ли здесь некое обострение. Очень сдержанный, спокойный боец из Дагестана. Рамазан Каримов. Ну и, собственно, Ушу Санда. Это в первую очередь такие хлесткие удары. Я, честно говоря, не знаю почему. Ну вот у сандаистов, вот этот правый прямой, с дальней руки, он как-то фантастически быстро летит. Не знаю, в чем специфика, может быть, какая-то особенная сандаистская наработка, школа. Но вот не тайцы, не многие другие, не знаю, рукопашники так плеско с дальней руки не работают. Ну, конечно, вот этих аппеков мы сейчас с Нурмару и Бакаева касаться. Первый перевод у него был, вторая попытка. Который тейкдал будет засчитан, хоть он недолго уделил соперника. Вот сейчас еще одна возможность перевести соперника, но здесь уже с помощью где-то сетки защищается Рамазан Каримов. И тут же опять перевод, и у него тоже удачный. Очень близкий раунд. Посмотрите, то и дело, в одну ногу друг к другу проходят бойцы. И популярное у нас сегодня место. Нам снова на комментаторскую позицию пришли спортсмены. И снова клич. Концовка этого раунда. Будет ли какой-то перевод, кто-то под заданное заберет себе эту записку, эту галочку в судейской записке. Нет, но мы видим по первому раунду, что спортсмены А, не торопятся, и Б, тут грубо стоят. Что приятно. Да, и завершен у нас. Увлекательный, интересный. Интересный раунд. Да, не супер уж зрелищно, наверное. Да, что ж, посмотрим все лучшее, что было. Да, не супер уж зрелищно. Итак, второй раунд. Боя диква между Рамазаном Каримом и Умаром Пакая. Поддавливает Бакаев. Интересно. Да, да. Причем даже с перестановкой ноги. Я вообще достаточно мало знаю спортсменов, которые вырешаются в такие атаки дальние с перестановкой ноги. У нас иногда такой оверхэп называют лопатой. Потому что действительно как будто лопатой. Да, траектория такой лопатой. И траектория, и удар ого-го. При попадании, конечно, бывает страшно. Но нет, здесь все-таки успел отреагировать в конце. Чуть-чуть убрал в голову сторону. Боец из Дагестана. И на нем этот удар не сказался. Ну, вообще-то, вариант интересный. Ой, очень неторопливо так работает. И еще раз. Здорово. И сразу следует проход. Есть некоторое время, что Бакаеву мы видим. На данный момент. Уж про первый раунд не могу сказать. Ну, вот сейчас это преимущество. Да, первый, мне кажется, был абсолютно равным. Я не знаю, как считаются такие вот близкие раунды. И, к счастью, это не наша задача. И поэтому мы говорим, кажется, она не утверждает. Здесь, да, уже более четко. Есть перевод, есть несколько попаданий. Здесь на пол корпуса уже впереди, пожалуй, представитель Чеченской республики Бакаев. Ну, вот, хороший локоть. Пытается для возможности для треугольника найти Рамазан Карину. Ну, Бакаев очень постоянно активно ищет возможности для добивания. Правда, он не всегда попадает в цель, но активность его действия мы увидим, определенно. Ну, и здесь важна, конечно, еще борьба дыхания. Соответственно, если у Бакаева получится сбить дыхание своему оппоненту Каримову, то очень существенно может казаться и в этом раунде, и в возможном последующем. Здорово. Вот как раз об этом. Видите? Удар с дальней руки, сильный по корпусу. То есть, видимо, он тоже понимает необходимость этого. Ну, и корпус, тоже второй вариант. Корпус, он просто доступный для ударов. Тоже как одна из мотиваций. Что туда за головой тянуться, голову вернуть можно, а корпус куда ты его вернешь? Так, попытка тревогольника. Ох, неплохо. Хороший, короткий, жесткий такой удар неожиданный. Долготая минута до конца второго раунда. Да. Да. Ну, и, собственно, по отсутствию наших комментариев, понятно, что активных действий пока нет. Подзамерли спортсмены, и это понятно, собственно, Абакаеву, наверное, особенно незачем. Он этот раунд 10-9 в любом случае уже забирает. Да, спокойно отработать эту минуту. Ну, хотя главы подсказывают улучшать позиции. Ну, наверное, для большей уверенности в себе в следующем раунде. К примеру, так можно рассудить. Ну, и не держит гард Каримов. И хорошее еще два попадания у Абакаева. Сейчас вот как раз такую позицию улучшает. 30 секунд до конца. Вот в ногу. Таранец Каримов поднимается. Будет вернется на него. Было бы очень интересно. 10 секунд до конца. И еще она выходила от Абакаева. Левый дошел, правый мимо. Еще раз слева встретил. Тут и Каримов попал. Но все-таки в этом разлении тоже чуть более успешным был Абакаев. Да, разгорелись до конца. Зашли в группу. Интересно. Поплетела лопата. Как красивая Абакаев. Ну, что ж, наслаждаемся лучшими моментами и идем к следующему. ABOUT 3 бокED-한. Кейт-한. Milk-19, niveau. 1 бокED-1. Кейт-1. Кейт-1. Есть. Кейт-3. Кейт-1. Эл-кейт-1. Кейт-1. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, по истечению трех раундов, единогласным решением судей, победа на державу, боец из красного угла Уван Ко-Тайер!